Вот станет юбилей 20-го нового 3-го тысячелетия. Встречая его, мы отчетливо осознаем, как стремительно бежит время. Совсем недавно мы радовались, что стали свидетелями миллениума. И не заметили, что прошло уже целых 20 лет. Итогом этого активного созидательного периода стало построение независимого суверенного государства. Мы это сделали впервые в истории белорусского народа, которому не раз приходилось бороться за право независимого. И 2020-й не будет исключения. Да, это будет год тяжелого труда и испытаний, победы и огорчения. Все как в обычной жизни. Но как по-другому? Ведь право самостоятельно выстраивать свою судьбу легко не будет. И это показал уходящий год. Он был сложным для сельчан, которым пришлось преодолеть предыдущие неурожайные годы. И эти справедливости не подвели. Самое наглядное свидетельство этого в наших традиционных хлебосольных новогодних странах. Наша промышленность сделала так, что получили свое дальнейшее развитие транспорт, связь, энергетика, наука и многие другие важные офисы народного хозяйства. Мы можем по праву гордиться успехами отечественной школы медицины и образования, культурными и спортивными достижениями. И, конечно, спасибо людям по гору за мир и спокойствие на нашей земле. В уходящем году наши позиции серьезно укрепились и на международной арене. А завтра Беларусь возьмет на себя преми-лидерство в экономическом и оборонном союзе. Слово, будущий год станет для всех нас временем дальнейшего становления и укрепления белорусской нации, сохранения основных черт идентичности и характера белорусов, того, что отличает нас от других. Достеприимство, миролюбие, доброжелательность, отзывчивость. Дорогие друзья, эти дни – уникальное время. От Рождества католического к Рождеству православного. Когда мы, христиане, следуя лучшим традициям и заповедям, приглашаем на праздник духовности представителей всех конфликтов. Это время завершения давних зимних каникул и исполнения самых заветных желаний. Время, которое сосунуло, светит и надежды, ждут наши дети. До нового года остались буквально секунды. Этот миг действительно позволяет нам почувствовать себя частью одной большой семьи, осознать, что все мы, белорусы, являемся людьми одной судьбы. Судьбы, которую создаем своими руками, опираясь на духовные ценности своих предков, продолжая традиции своего народа, работая на благо своего Отечества. Дорогие белорусы, уважаемые гости нашей страны, пусть 2020-й станет годом успехов и достижений, исполнения желаний и воплощения амбициозных планов во имя мира и процветания нашей страны. Пусть ваши семьи всегда царят любовь, счастье и благополучие. С Новым годом! С Новым годом! Счастья и удачи!